Об открытии самного пути через Неву жители города оповещал барабанным воин один из придворных шутов. Затем он же первым переходил Неву по льду. При этом шута сопровождала специальная команда, снаряженная на всякий случай веревками, досками и крючками. Весной о начале судоходства на Неве петербуржцев оповещали тремя пушечными выстрелами, после чего государь сам переезжал на лодке на противоположный берег, показывая личный пример своим подругам. В его отсутствие это действие производил комментант Петербурга. В более поздние времена петербуржцев извещали через средства массовой информации о начале ледостава и указывали места на набережной Невы, где можно было переезжать через реку по льду. Фёдор Первый сам часто принимал участие в проектировании зданий и учреждений. Рисовал эскизы, а потом по ним делались чертежи. Поэтому его иногда называют первым из-за чертежей. Уходная сцена у Теневы казалась слишком грандиозной для архитектурного мышления в прошлое время. И многие не могли себе представить той масштабной застройки, которую мы видим сейчас. Сам Тон хотел построить город целиком на одном острове. Он угорчался, что застройка расширяется на несколько островов, а следовательно становится менее укрепленным. Тем не менее, отдельные Слободы, где при Петре Первом жили ремесленники, разрослись в целые кварталы. Целикон за полные острова снились в единое городское пространство. А реки стали не доминирующим элементом, а связующим звеном между этими кварталами. Там для кораблей больших. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...